Заворот, оборот, пригород, и если ты не рак, ты в канаве... А, при ворот, превалембиониус, народ, и если ты не рак, ты в канаве, у да фидака, и в канаве мы сидим все, потому что в канаве угарно, а на основной сервер вышла долгожданная обнова 1, там чё-то какой-то 32. пока, всё. И, конечно же, в честь этого нужно обсудить мету, кого покупать, кого продавать, потому что продавать там нужно уже половина персона. Ну а ты нажимай лайкосик, пока его не понерфили, обязательно напиши мне в комментосики, за кого ты менишь, кого купил, кто тебе нравится, какая обнова тебе полезна. Не забудь про колокольчик, потому что, возможно, сегодня или завтра будет стримульганчик. Обязательно подписывайся на канал, свапай танчика, ля, полетели. Залетаем и сразу же начинаем с бойцов, потому что бойцов там много кого изменили, много кого бафнули, много кого что-то там кого-то сделали, короче, их обсуждать будем сейчас мы, и вообще вот так вот. Плотненький бафчик Халида, ускорение его анимаций, а также увеличили расстояние рывков, и когда он будет вот так вот крутиться с первого навыка, он будет ближе к выражению приставать. И одновременно с этим также первый навык немного притягивает, присасывает, как зыбучий песок, ведь Халид же это песок, сосок песка, вот его он притягивает вот так вот немножечко с первого навыка. Также немного бафнули пассивку по урону в начале матча, и до этих бафов он находился в б-тире, я думаю, этих бафах, бафов, афов достаточно для того, чтобы он в ашечку хотя бы залетел. Поэтому покупочка Халида гарантирована по-любому, потому что и даже и до этого он тоже неплохо игрался, просто стал менее актуален, а тут такой хоп-бафчик, да здравствуйте, вот Халид вернулся песком. Про Фредрин я говорил в прошлом ролике, там все вот эти вот корректировки с его пассивкой, там вот этими вот моментами, там увеличение там чего-то, короче, вот это вот все произошло. И мне кажется, после этого обновления Фредринское туловище с А в С-очку залетает по-любому, и там вместе с классными типами чили-то пьет чай. Но потому что, согласитесь, ведь Фредрин в последнее время что-то очень много прям вообще мешает всем. Своим контролем, притяжением, агром, доможиной и все вот это вот вместе может идти и на лайны в Роумы. Мы, конечно же, покупаем Фредрина и Халиды, и идем на лайнец, и радуемся там, стоим, экспу отстаиваем, просто раз на раз всех побеждаем, песками притягиваем и к аграм затягиваем. А дальше у нас наимощнейший за все последнее время, которое существует мобла, баф Аргуса. Мы до этого дожили. Приготовь свои ушки, мой подписоточник. А теперь Аргус может активировать свой ультимейт во время использования навыков. И, скорее всего, после этого из S-тира он переходит в S-плюс-тир и начинается баниться по КД на высоких рангах и не пикается нигде. Если что, это была шутка в последнем предложении, ничего не поменяется, короче. Ну, Аргус как боец мне нравится, я его, конечно, два раза только в жизни пикал за все 10 тысяч каток. В тирлисте по мете от киберспортивного сообщества его вообще нигде нету. Поэтому только в рандоме, только в соло, только хардкорно его пикают на свой шстрах и риск. И не увеличили защиту внутри ульты, и теперь он станет имбои не то что ты. На экспейне в мете вообще ни на какой букве нет, а вот в джунглерах находится на Б-тире. И как вы думаете увеличение защиты внутри ульты его из Б-класса из Б-буквы куда-то там выше притянет? Мне кажется, нет. Просто-напросто против него уже скорее всего просто научились играть, научились контрить, научились что-то кого-то толкать, эскейпы нажимать, и он никого не может догнать. По итогу прыгает в танка и все, а танка он не убивает. И короче, я не знаю, ну я не знаю, ну я не знаю, я не знаю, че сказать, я не знаю, ну Иня, ну покупай если ты на Эпике. Покупай, да, Бязаро, Бязаро, нет. Да даже на Леге можешь спокойно его, наверное, покупать, а вот уже если за миф зашел уже, там миф слава, если то все, он бесполезен, вообще не пикается и вообще за ним, вот это право. Аулусу там что-то подкрутили с топором, с ультой там мгновенное замедление, короче. Вкажектировали ускорение на первом навыке, увеличили немного дамажины в начале матча. Мое мнение Аулуса, пикать в лес нужно только тогда, если у тебя хотя бы трепла. Если ты в соло на Аулусе пошел куда-то в лес, то тебя ждет там пиздец. Каджу, наверное, тоже можно обсудить в бойцах, потому что он как бы и боец, и маг, и че-то там, какоко, а, ко-ко-ко, закококали, блядь. Увеличили выживаемость, но мало. Я написал, увеличили выживаемость, но мало. Все, вот, ну, все, что я написал про Каю. Добавили какой-то новый эффект паралич и перенесли отхил с пассивки на первый навык. Компенсацию ослабили урон с ульты. Ха-ха, ха-ха, хо-хо, хо-хо, ага, ну да. А ведь ультимейт на Каджи это всего лишь-то очень самая важная вообще кнопка в нем. И так как я являюсь мейджером Каджи, потому что у меня там 8, не, 67, короче, там, или вообще 57, или вообще уже 55. Винрейт на сколько так атак? Они убили моего клюватого вот этого вот с крыльями какое-то существо. Я больше не буду на нем играть. И тебе тоже не советую. Нафиг надо. Лапи-лапи, так же, как и в прошлом видосе, еще до выхода обновы на основной сервер. Все, сервер, все так же у него все прибавили, там, увеличили. Лапу-лапу можно спокойно покупать. Он находится в Атире, в Мете, поэтому по-любому можно покупать. Да, еще плюс бафчики. И вообще, вот, класс. Кранфетка. Кранфетка. Кран просто. Также мой совет и мое предположение, что вам, если вы на Грандмастере, Эпике, Легенде, на начальной мифике можете спокойно покупать Мартиса. На мифе сейчас банится. И если ты научишься на нем играть, вот этот антиконтроль толчки, ты будешь в лес ходить, на экспу ходить, уничтожать и ранг свой просто максимально быстро поднимать. Так же там банят Леоморда, но я не понимаю, почему, потому что на гусе я его спокойно вообще минусую. А, кстати, о гусе. Все-таки, все, что говорили, ему там уменьшили. Второй навык ослабления, пассивка. Ослабление, я вчера залетал, играл и все так же катки побеждал, а значит не сильно, хотя бы как минимум для мейнеров ослабление для него сделали. Поэтому гуся можно покупать, но на нем играть не нужно, потому что если вы все будете на нем играть, я просто буду страдать. Потому что уже сейчас дальше продолжают, его пикать на фп, не дают мне играть и вообще даже чуть-чуть банят, и я такой, что дай мне поиграть гуся. Они такие, нет, я возьму на фп, я говорю, да, он какой фп гуся. А, Харли, уменьшили перезарядку его эскейпа, вот это вот, когда он на шляпке куда-то убегает, но убрали ускорение, когда он обратно возвращается. То есть, ну ты нажал, хоп, когда вернался обратно, у тебя такое ускорение появилось, вот его убрали. Но уменьшили перезарядку, и я как бы, ну я не знаю, мне кажется, что-то какое-то ковно сделали. Вроде бы уже все привыкли к этому ускорению, и они что-то кого-то там влезли своими щупальцами, зачем-то ковыряли, там вот это щекотали, там вот это все сделали. Ну не надо было этого делать. Ну а по убийцам у нас все, в эстере у нас находится по лесу Акай, а в атере у нас находится Бартс, Линк, Фанни, Бальмонт, Беатрис, а, Беатрис, Бенедетта вернее, Леоморт, Карина, Капитос, вернее, Пакиттос, Хайабуса. Ну и вроде бы это все, остальные все ниже пали, и когда выйдет новая мета, возможно, там появится Мартис. А еще про бойцов не сказал, Эксплайн, на эстере находится Эсмеральда, Пакита, Фовиус. В атере находится Тамус, Чунг, Дарус, Лапу-Лапу, Хилосакайбакси, Чухануранус, Грук, Фредрин, Бенедетта, Руби, и вроде бы то, и все. Если кто не понял, и кто вообще в первый раз сейчас здесь сидит, Эс-класс и А-класс, это я тех, кого сейчас перечислил, тех можно покупать, спокойно играть, и вот такой вот большой выбор я вам предлагаю. Ну не я так предлагаю, да, потому что мету-то составляю не я, просто вам говорю, что в мете находится. А еще, скорее всего, в А-тир попадет Грэнджер, потому что все-таки вот этот вот небольшой бафчик по монстрам урона, он все-таки что-то мне даст, ему даст, наверное, что-то. Поэтому тоже советую Вайву прикупить. По роумерам у нас Атласу уменьшили защиту с пассивкой, но мне кажется, это сильно никак не повлияет, и он все так же останется в А-тире. Минотавру с его изменениями, там подброс первого навыка, там ульту всю перековеркали, ввели, оставили только один подброс. Но сделали невосприимчивым контролю, и, короче, сейчас на данный момент он находится в С-тире, и после обновы вот этой, которая уже вышла, скорее всего, может быть, в Б-тир перейдет, но это тоже не точно. Потому что, во-первых, ну очень сильно ослабили ультимейт, потому что первые два толчка убрали, а это очень тоже как бы так, и там плюс еще, там, ну, короче, мне кажется, хз. Дальше видно будет, и вот этот прыжок на первом навыке, короткий вот этот, он никому не нужен, да, возможно, короче, пока не покупайте, дальше посмотрим. О Фарамисе всего лишь два слова, ему убили ультимейт, и теперь не только то, что, ну, когда там челики выходят из его радиуса, короче, ульта пропадает, то есть ты становишься смертным. Ну и теперь, если самому Фарамису собьют щит, ты тоже будешь смертен, и, короче, вообще забываем про Фарамиса, пока ему говорим, и давай. Дальше у меня там в роумерах написано Флорин, да, как бы это вроде бы баф, но у меня вообще ничего больше не написано, у меня просто номер 6 Флорин, все, ха-ха, все, просто Флорин, как бы, ну, скорее всего, там баф вообще никакой, никакущий, никакой. Ну ладно, короче, у кого цветок дается 10% вампиризма магического и физического, а плюс еще у того, у кого цветок, когда Флорин нажимает ультимейт, когда она дает отхил, у того, у кого цветок, еще не появляется небольшой такой щиток, появляется небольшой такой. Флорины в роумерах вообще ни на какой буквы нет, и после такого бафчика, мне кажется, она никуда, наверное, не появится, но только если в F-тир какой-нибудь там, я не знаю. А ведь кормили, переработали ульту, увеличили время контроля, ульта наносит теперь больше урона, и мне, скорее всего, кажется, в B-шечку она нормерена так нормально заходить, плюс с Сесилионом у них там комба намечается, а Сесилион такой неплохой лейтовый кор, и если такая вся движушка пройдёт и дальше, то, возможно, они даже и B-шечку займут и будут нормально в А-шечке даже сидеть. А теперь у нас также Селена, Рафаэль, Грок, Атлас, Диги, Матильда, Лолита и ещё что-то Франко как будто бы тут есть. А следующий у нас Мидлайн, и теперь Ив нельзя сбить ульту контролем. В два раза уменьшили ульту, но теперь ульту нельзя сбить контролем, только подавлением, и вот как-то так. А Дэти изменили рывок на ульте, да, там что-то прыгать, теперь можно сначала нажимаешь ультимейт, и только потом можно прыгать. А Лаи увеличили радиус ультимейта, и это очень так, походу, будет бесить. А в эстире по Миду у нас всё так же остаётся Валентина, а в атере у нас находится Ив, Люнокс, Фаща. Фаща, кстати, тоже в последнее время что-то много нигде вижу химуте. А также Лиля и Гусейн в Мидеопикейт. Моё мнение, Ив можно дальше покупать, ничего страшного, можно научиться привыкнуть, просто нужно привыкнуть. Лаи тоже можно по-любому покупать, потому что Лаи его тоже очень классные. Также продолжает играться Ксавьер, я тоже не знаю, почему его забыли, он так нормально вообще своим контролем задрачивает. Также Кагура, Сиселион, Кадита, как бы, ну вот это вот все нормальные маги, их можно спокойно покупать и играть. А из следующего у нас стрелки Лесли усилили в начале матча, и чистый урон теперь без скритов вылетает, нормально так раздавает. То есть, ну теперь не обязательно, что чистый урон будет через скриты там как-то вылетать, они сейчас будут, он всегда будет вылетать, просто чистый урон от дамажины будет с пассивки там, или с чего там, короче, будет вылетать. Поэтому покупаем Лесли, пацаны, давайте, фарт вам, угарных, каток, пока, я удаляю моблу после этого. Мелиси увеличили перезарядку первого и второго навыка, там первый там что-то на одну секунду, а второго что-то на три или наоборот, и что-то, ну короче, это незначимые цифры, играть можно, дальше все так же, она находится у нас где? А все правильно, в С-тире, ну после вот этого небольшого нерва, нерва, не маленького, мне кажется, она все так же останется в С-тире, я напомню, что С-тир это самый высокий тир по любому покупочке, либо бан. И также мои предположения, что Лесли тоже в С-тир как будто бы попадет, такое ощущение, я не знаю, страшно очень. А все так же, в С-тире по стрелкам у нас находится Клинт на самые практически верхние планки, а теперь у нас Бруно, Броуди, Попалекупа, Беатрис и Клаус. Что будет дальше, я вам сразу же скажу, как выйдет новая мета, так же сразу оп-оп-оп, и я вам сразу в ушечки это все залил. Ну а если ты хочешь новую инфу и обновления, и скины, и вообще все получать самым первым, и узнавать об этом всем самым первым, переходи в ссылочку в описании, там мой телеграм-канальчик, заходи туда, там я все выпускаю, все обновы, все, все. Не забываем про лайкосик, комментируйся, колокольчик, подписочка, ну а с вами был Давидар, и всем репорт, потому что просто... Субтитры сделал DimaTorzok